Наверное, уже месяцев 9 прошло с момента назначения нового главы округа. А что улучшилось? Ну, хорошо, они полили грязью Добренкова. Ну, а дальше-то что? Как не было здравоохранения, образования, так и вы нет. В школу совхоза Ленина зайдете, там уже почти тысячи человек. Ну, почему? А потому что разрешили не строить школы. И поэтому из горах ленинских сюда приехало 80 человек. Они берут всех, кого, ясно, вот рядом школа в Молоково. Они же так и не смогли построить школу в пригороде Лесное. И поэтому 1 сентября в школу Молоково, куда можно 480 человек, 460 запустить, полторы тысячи было зачислено детей. Это что за такой, как это, прорыв, который совершили в Ленинском городском области и в Московской области? А почему они не доделали школу в пригороде Лесное? Да потому что главное это получить деньги. И вот эта вот интересная ситуация, когда квартиры, муниципальный заказ подписал, говорит, никто Спаски, вот этот, голова, и купил квартиры для сирот по 130 тысяч за метр. Хотя там квартиры по рынку стоят 80-90. Она говорит, ну хорошо, вы воруете деньги, но хоть что-то делаете. И одновременно школу не достроили. И в результате, неизвестно, когда она будет закончена, а я немного наслышан о строительстве этой школы и видел, скажем так, некоторые схемы, ну не проект, а по крайней мере то, как там размещено. Когда они туда войдут, выяснится, что многое просто надо будет переделать просто уже за счет бюджета. Потому что если вы не смотрите, как строят школу, если вы не смотрите, как сделали проект, то в конце концов вы получаете то, что нужно обязательно переделывать, причем за бюджетные деньги. Поэтому, еще раз, они не умные, они не знающие, но они еще очень вороватые. И вот это вот все три качества, которые у них есть, они приводят к тому, что на территории жить стало невозможно. А у нас, видите, есть чему завидовать. Живем. И они завидуют. Так я не понимаю, это Единая Россия делает таких людьми? Или они просто туда приходят? Чему нас учат семья и школа? Нет, таких людей специально отбирают. Ты понимаешь, ведь есть же отрицательный отбор во власть. Есть люди, знающие, ну вот если ты любого специалиста возьмешь, то у него есть собственное мнение и уважение к себе. И он не будет, даже если начальник ему сказал, что нужно сделать так, он не будет против технологического процесса, против здравого смысла выступать. Он лучше на перезаявление уйдет. И постепенно к власти приходят люди, которые себя ничего не представляют, но готовы, как говорят, одобрям-с, по-любому, готовы на подлости, ты никуда не денешься, потому что, например, фальсифицировать все время выборы, это же подлость. Но не каждый человек сможет совершить подлость. И он подбирает себе таких же. Вот я, конечно, это теория, но давай посмотрим. Кто становится директорами школ сейчас? Как правило, те люди, которые могут заставить учителей фальсифицировать выборы. И поэтому идет отрицательный отбор среди в образовании. Этот отбор в образовании приводит к тому, что для человека не главное знание, чтобы ребенок вышел воспитанный, грамотный и с чувством собственного достоинства. А идет подавление, то есть они подбирают учителей себе соответственных. И поэтому вот эта ситуация, где главе нужен обязательно директор школы, который обязательно собрал родителей, сделал так, чтобы они пришли и проголосовали за Единую Россию, а еще и фальсифицировал выборы, потому что не на всех родителей можно, скажем так, повлиять, это отрицательный отбор. А глава должен быть таким, которому из области дали команду 90%, и он ее должен выполнить любой ценой, какой угодно. Через суды, снять всех кандидатов, через фальсификацию. И в результате возникла вот эта вертикаль власти, которая равна вертикали денег, где они всей единой массой определяют жизнь как будто бы народа. Их поддерживают силовые структуры, для которых главное не борьба с преступностью, а борьба с инакомыслием. Так же. И поэтому, слушай, ты можешь позвонить и сказать, там у нас сосед убивает жену, и ты не дождешься полиции. Но если ты позвонишь и скажешь, тут стоит человек с плакатом, где написано, что губернатор плохой, к тебе прибежит сразу столько народу. Я вот приводил пример, когда-то у нас, по-моему, в 17-16 году перед выборами у нас был такой шар КПРФ на здании, на 15-м доме. Приехало снимать этот шар, два подполковника, четыре майора, а еще куча всяких чинов пониже. И они бились в общедомовую собственность, пытались войти на чердак. Ну, не смогли. Ну, там оказался заваренным в двери, ну, в общем, ничего он их не получил. Я говорю, слушайте, когда тут происходят какие-то события противоправные, вас днем с огнем не найдешь, а тут понабежало народу. Неужели непонятно, что эти люди вместо того, чтобы заниматься охраной правопорядка, охраной власти занимаются, ну, именно конкретных чиновников. Вот и все. Как это Единая Россия, их монополию, ну, убрать? Ну, они же сами сделали так, чтобы убрать невозможно. Ты же видишь, ну, после пенсионной реформы, ну, кто проголосует за Единую Россию? Ну, они же все равно всех поснимают, тех, за которых могут проголосовать, оставят только своих спойлеров, вот как это случилось, ну, и сами себя, любимых. И после этого приходят и говорят, там уже выиграли выборы. Ну, а после этого начинают принимать вот такие решения, как я вам рассказывал. Взять, отменить льготы, взять, разрешить застройку без канализации, без снабжения, без дорог, без всего, без школ. И вот они друг друга хвалят. А мы с вами, ну, не имею совхоз имени Ленина, потому что тут пока власти Единой России нет никакой. Мы с вами живем, ну, все хуже и хуже. А после того, как, ну, кого им обвинить? Ну, не знают они, что нужно правильно подключиться к воде. Ну, не знают, ну, кого они должны обвинить. Ну, плохому танцору все время что-то мешает. У нас Грудинин вообще виноват. Конечно. Последнее время, да. Ну, и Добренкову еще. Хотя я тут проводил пример про Добренкова. Еще раз скажу, что самый эффективный глава и самое меньшее количество финансов, потраченных на руководство, было в совхозе имени Ленина. Это факт. Вот мы отчеты принимали всех поселений. Это теперь пререгатива Совета депутатов городского округа. И вдруг выяснилось, что Добренкова в полтора-два раза меньше на себя или на управление тратила денег, чем все остальные поселения, которые все полномочия передали, ничего не делали и только получали зарплату. И когда я стал об этом говорить, депутаты Едино-Россу стали верещать о том, что вот вы обидели глава. Я говорю, я никого не обидел. Я вам просто показываю, что вот расходы, вы же сами утверждаете этот отчет, а вот еще трансферты, так называемые перечисления в бюджет района, которые тоже направлены на то, чтобы содержать каких-то чиновников. Чиновников много, а результатов никаких. А у Добренкова чиновников мало, но зато результаты были. Причем какие? Ведь до сих пор, сколько грязи на нее не выливает, вы бы видели, как наши люди любят ее и встречают, и говорят слова благодарности. А сейчас какой-то пацан бегает с камеры с одной стороны, журналисты с другой стороны, ничего не знает, ничего не умеет, но зарплату получает. И еще главное пытается рукой водить. О чем мы? Все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok